Я зажгу твой Ситроен Как тебе такой мем? Сперва я не хотел сделать перевод видео про заряженный IONIQ 5 Но заглянув на Boosty, обнаружил там уже почти 10 человек, которые оформили подписку Спасибо вам, ребята, большое Всех перечислил в описании Больше подписок, больше Дага де Мура Остальным спасибо за глаза Желаю вам хорошего автомобиля и приятного просмотра без рекламы Это новые Hyundai IONIQ 5N 2025 года Заряженная версия обычного IONIQ 5 Полностью электрического, то ли кроссовера, то ли внедорожника, то ли хэтчбека Или называйте его, как хотите, от Hyundai Что бы там ни было, эта тачка быстрая В ней 640 лошадиных сил И сегодня я собираюсь снять на нее обзор и показать вам все ее фишки и особенности Сегодняшнее видео предоставлено для вас Cars & Beats Моим автолюбительским сайтом с онлайн-аукционами, на котором недавно продали это, и это, и это, и это, и это, и это Зацените сами на CarsAndBeats.com Ладно, время для фишек и особенностей нового IONIQ 5N И ох, блин, фишек и особенностей в нем хоть от баблей Но давайте начнем с краткого обзора Ладно, IONIQ 5 это полностью электрический внедорожник или кроссовер, как они его называют, хотя больше он похож на хэтчбек Но что бы там ни было, он полностью электрический, вышел в 22-м модельном году Теперь же вышла его заряженная версия IONIQ 5N И они называют его N, поскольку это спортивная линейка Hyundai У них есть Elantra N, и Kona N, и Veloster N А теперь вот это 640 лошадиных сил в компактном кроссовере, который состязается с Toyota RAV4 Я уже обозревал обычный IONIQ 5, даже дважды на самом деле Первый обзор, когда его только выпустили, затем я снял еще один, когда появилась возможность на нем поездить И в этом видео я сосредоточусь на N и связанных с этим изменениях И тут есть о чем рассказать, потому что изменений достаточно Начнем снаружи Если подойти к машине, вам тут же станет ясно, что это не обычный IONIQ 5 И тому есть множество причин Начнем с дисков Это увеличенные 21-дюймовые диски, между прочим Не совсем уверен, насколько они соответствуют квадратно-пиксельному языку дизайна IONIQ 5 Так же, как и обычные диски стандартной модели Но смотрятся они спортивнее и интереснее Кроме того, эта машина обута в Pirelli P-Zero Это агрессивные, спортивные шины, улучшающие зацеп И позади дисков видны увеличенные тормоза Очевидно, их увеличили, чтобы повысить тормозное усилие, что не будет лишним, ведь, как я уже сказал, в этой машине 640 лошадиных сил Подходим к машине спереди, и весь передок этой машины отличается Он агрессивнее, более захватывающий С тонкой красной линией вдоль липспойлера снизу Смотрится мускулисте И вот что необычно Маленькая красная вертикальная линия по центру Не совсем уверен, зачем Но, я так полагаю, это каким-то своим особым способом отмечает спортивность этой машины Так или иначе, далее перемещаемся к бокам, где изменились рокерные панели Они ниже, агрессивнее, и на них есть такая же красная линия, идущая вдоль всей машины В том числе сзади, где были немного расширены задние арки И добавлены небольшие аэродинамические отверстия Прямо перед колесами, я так полагаю, чтобы, проходя через них, воздух улучшал аэродинамику этой машины Кроме того, на этой красной линии, там, где она становится немного шире Есть гравировка с логотипом N Так что, кое-что особенно есть и по бокам Но, несомненно, самое крупное изменение в экстерьере IONIQ 4N находится сзади Где еще много чего происходит Начнем с заднего спойлера Он необычно большой, как вы видите Расположен на задней двери сверху И в нем есть отверстия, через которые будет проходить воздух Опять же, я так полагаю, улучшая аэродинамику Также по центру этого спойлера есть треугольный третий стоп-сигнал Он выглядит круто и по-спортивному И в некоторых других спортивных моделях Hyundai такая особенность тоже присутствует Ниже расположился совершенно огромный диффузор Который, по задумке, также должен улучшать аэродинамику Но, кроме того, он должен сделать эту машину агрессивнее, волнительнее, быстрее И, определенно, у него это получается Вот две интересные, вроде как, необычные детали сзади Во-первых, вот эти красные отражатели в шашечку Они есть сзади и с обеих сторон Выглядят прям как флаги в шашечку Но это отражатели У них есть функция Они прикольные и они странные Также обратите внимание на еще одну маленькую вертикальную красную линию по центру сзади Она такая же, как и спереди Я так полагаю, это гоночная полоска в духе Ioniq 5 Вместо того, чтобы вести ее через всю машину Они сделали три дюйма спереди и три дюйма сзади И далее перемещаемся вперед Давайте посмотрим под капот, раз уж это спортивная модель Только вот двигателя там нет, ведь это электромобиль Тем не менее, это не остановило Hyundai от установки пластиковой крышки двигателя с логотипом N на ней Как будто бы эта крышка скрывает под собой двигатель В самом же деле спереди его нет Так же, как и нет багажника, как вы можете видеть, спереди вы не получите никакого дополнительного пространства Но вы получите много мощности Ioniq 5N по стандарту идет с полным приводом и шестьюстами лошадиными силами Однако, если вы перейдете в специальный режим езды, который называется N Green Boost N, как их спортивная марка, слово Green означает улыбку и Boost Этот режим откроет доступ к 640 лошадиным силам, но лишь на 10 секунд Так что это 640 лошадиных сил в компактном электрокроссовере Недостаток всего этого Дальность хода Обычный Ioniq 5 проедет до 515 километров на одной зарядке А этот проедет лишь 320 Такую цену придется заплатить за характеристики И само собой, цена это еще один фактор Она стартует от 67,5 тысяч долларов И относительно стандартного Ioniq 5 Это большие деньги Он стоит где-то от 45 до 55 тысяч Однако, стандартный Ioniq 5 будет от 170 до 320 лошадиных сил Смотря какую версию выбрать Здесь 640 Это намного больше мощности Но и стоит это тоже заметно дороже Далее мы забираемся внутрь, где тут же бросается в глаза моя наименее любимая вещь во всем Ioniq 5N Сидения Не то, как они выглядят Выглядят круто Спортивные сидения-ковши с дополнительной боковой поддержкой, что будут держивать вас на треке на месте Не то, какие они на ощупь Они очень даже ничего В вашем попе, бедрам и телу в целом будет приятно Отличные сидения Не материалы, из которых они сделаны Кожа Алькантара по центру, перфорация Все выглядит очень хорошо И мне даже нравится подсвечиваемый логотип N на спинке Это крутой штрих, делающий эту машину заметно интереснее Также не ясно почему, но в этих сидениях есть отверстия для гоночных ремней безопасности На случай, если вдруг вы решите их установить То есть у вас будет возможность взять свой электрокроссовер Hyundai на трек Но и это не кажется мне проблемой Проблема в том, что они настраиваются механически Нужно будет потянуть за рычаг и двигать сидение и его спинку своим весом Для 60 тысяч долларов это нелепо И чтобы вы меня правильно поняли Это не прям безумные ковши с гоночной машиной Которые настраиваются механически ради экономии веса Это же электрокроссовер Hyundai Придите в себя и сделайте сидение с электроприводом Очевидно, что людям это нужно, учитывая цену В данном случае механическая регулировка сидения это просто абсурд Но далее переходим к другим штрихам N в этом салоне Открыв дверь, вы наткнетесь на орнамент с шашечкой на дверном пороге И рядом с ним логотип N Само собой, это очень круто И вот еще одно отличие от стандартного IONIQ 5 Это рулевое колесо Его обод стал толще, по центру на нем написано N И на нем есть дополнительные кнопки, чтобы делать всякое дополнительное Слева находится кнопка выбора режима езды Она отделана в спортивный синий цвет Hyundai С ее помощью можно переключиться между режимом эко, обычным и спортивным Справа оранжевая кнопка подписана NGB Это кнопка N Green Boost Нажав на нее, вы получите те самые 10 секунд дополнительной мощности Но настоящее веселье связано с кнопками ниже Та, что слева подписана N И та, что справа подписана N Но они разные Та N, которая слева, черная И та, которая справа, белая И нажав на ту, что справа, вы откроете для себя самую нелепо необычную и прикольную особенность Виртуальный двигатель Ладно, нажимаем на кнопку N И как видите, на приборной панели появился тахометр И если послушать внимательнее То вы услышите звук холостого хода двигателя Если далее нажать на педаль акселератора То вы услышите, как крутится двигатель С каждым нажатием на педаль Вы будете слышать, как крутится двигатель Послушайте И что удивительно, этот звук будет слышен не только в машине Но и снаружи И он также будет звучать, как работающий двигатель Даже пусть это и электромобиль Опять же, послушайте Вот безумная штука Этот режим симулирует не только звук двигателя Но и переключение передач Включив режим N Вы будете слышать звук двигателя И сможете переключать виртуальные передачи лепестками Повышать и понижать передачи Как видите, я сейчас нахожусь в электромобиле И переключаю передачи Я расскажу об этом чуть больше во время вождения Но должен сказать, что мне эта особенность нравится Это фантастика Работает замечательно И делает ощущения от вождения не такими стерилизованными Ощущение, будто бы это спортивная машина С трансмиссией с двойным сцеплением И вы переключаете передачи Возможно, это глупость и уловка Но мне понравилось И не удивлюсь, если в будущем Спортивные электромобили будут делать таким образом Симуляция переключения передач В самом деле Отличный вариант Это определенно повышает фактор веселья Учитывая то, что это электромобиль Ощущалось лучше, чем в любом другом электромобиле Что я когда-либо водил Опять же, больше я расскажу об этом Когда буду водить эту машину Единственный недостаток всей этой ситуации Это звук Который они выбрали Очевидно, он снят с Hyundai Elantra N Но это маленький четырехцилиндровый пиковитый двигатель Это электромобиль Звук не настоящий Он подается через динамики Они могли сделать его каким угодно V8, V12 Почему вы выбрали этот? Я так полагаю, они хотели, чтобы все соответствовало марке Жаль, но тем не менее Потенциал определенно есть Другая буква N с другой стороны рулевого колеса Переведет вас в наиболее гоночный режим из возможных Но также это отключит трекшн-контроль и контроль устойчивости Для по-настоящему спортивного вождения Лучше не переходить в этот режим, если вы не знаете, что делаете И далее, помимо всего этого, вот другие улучшения модели N И ее отличия от стандартного IONIQ 5 Орнамент в шашечку на дверных панелях Выглядит довольно спортивно И кроме того, орнамент в шашечку также расположился на педалях Огромный орнамент на мертвой педали И на педалях газа и тормоза он тоже есть Вероятно, самое крупное улучшение N Помимо активации режимов езды на руле В мультимедийной системе вы можете открыть специальное меню N И там на множестве различных вкладок на самом-то деле есть из чего повыбирать Если перейти в режим N, это мультимедиа То одна из первых вещей, что вы увидите, находится слева И позволит вам включить или выключить различные функции В том числе здесь можно включить режим для дрифта Очевидно, в нем больше мощности будет подаваться на задние колеса Вероятно, в нем будет меньше трекшн-контроль и контроль устойчивости Чтобы вы могли заняться дрифтом Еще здесь есть функция под названием Оптимизация крутящего момента N И она позволит вам самому выбрать Как вы хотите распределить крутящий между передней и задней осью Это также понадобится только тем, кто знает, что делает Но при желании это можно настроить прямо на экране Здесь с помощью вот этого слайдера можно выбрать Куда вы хотите подавать крутящий Также здесь есть функция под названием педаль N Она, очевидно, усилит рекуперативное торможение Таким образом, на треке вы сможете пользоваться только одной педалью И еще здесь есть функция под названием N-Race Включив которую вы улучшите охлаждение батарей Очевидно, это поможет машине проходить один круг за другим, будучи на треке Поскольку батарея будет охлаждаться дополнительно Помимо этих переключений, которыми можно настроить несколько N моментов Также здесь на мультимедийном экране расположилось множество других N опций Например, вы можете выбрать трассу, по которой вы едете Я так полагаю, машина оптимизируется под выбранную трассу Или, по крайней мере, будет понимать, где вы находитесь, отображая это на экране На выбранной карте трека Также здесь есть таймер круга, как вы можете видеть Здесь есть показатель, демонстрирующий процентное соотношение тормоза к газу На следующей вкладке также возможно настроить много всякого От чувствительности педали акселератора до чувствительности руления Подвески, дифф ограниченного проскальзывания Все это настраивается прямо здесь И кроме того, здесь есть шкала перегрузок, на которой в реальном времени, пока вы гоните на полную, будет демонстрироваться, какие перегрузки испытывает ваш IONIQ 5N Стоит отметить, что некоторые из этих вкладок также отображаются на приборной панели, прямо позади рулевого колеса Если прокрутиться через настройки центральной секции, вы сможете выбрать шкалу перегрузок, таймер круга и несколько других вариантов вдобавок к обычным вещам, вроде одометра поездки и давления в шинах Так что кое-что из этого меню есть и здесь Но я не смог вывести на этот дисплей скорость в цифровом виде Вместо этого там будет олдскульная аналоговая шкала без цифровых значений То есть придется всматриваться и пытаться понять, сколько там И это вообще-то довольно раздражает, я уже так привык к цифровым приборкам и отображению скорости цифрами, что это стало трудновато С учетом сказанного, в IONIQ 5N до сих пор есть один из величайших фокусов Хёнда Это камеры слепых зон, интегрированные в приборную панель Включайте поворотник и на экране активируется камера слепой зоны с той стороны, куда указывает поворотник То есть при перестроении вам будет не обязательно оборачиваться назад, чтобы проверить, что там за плечом Можете просто посмотреть вниз на изображение с камерой И вы увидите все, что находится рядом с вами, куда бы вы не поворачивали, влево или вправо Работает это в обе стороны, и это фантастическая функция, которую должны использовать и другие автопроизводители Далее перемещаемся на задний ряд IONIQ 5N, который претерпел не так много изменений В отличие от переднего, но пара примечательных штук тут все же есть Важнее всего то, насколько здесь много места Это вообще не отличие от стандартного IONIQ 5, но определенно об этом стоило сообщить Поскольку места сзади очень много В плане компоновки эта машина волшебная Даже при том, что она относительно маленького размера, относительно компактных кроссоверов Салон здесь значительно крупнее Поскольку благодаря отсутствию двигателя спереди его удалось растянуть И получить очень много пространства Сзади то, насколько этот салон большой, очень хорошо заметно Но, помимо этого, изменения модели N сзади довольно ограничены Опять же, на дверном пороге есть флаг в шашечку с маленьким логотипом N, который приветствует вас после открытия двери И орнамент в шашечку есть на самой дверной панели, его будет видно и во время движения Опять же, здесь такая же перфорированная алькантара, как спереди Хотя само сидение является традиционной плоской скамейкой Здесь особо ничего не меняли Ничего агрессивного и никакой боковой поддержки, которая могла бы удерживать вас на месте в поворотах Такой есть только спереди И, к слову, о передних сидениях Посмотрите на их спинки, и вы увидите контуры жестких спортивных сидений И кармашков, в которые что-то можно было бы положить, на этих спинках нет Не в этом было предназначение этой машины Также на спинке у вас перед глазами будет логотип N Чисто как напоминание о том, в чем вы вообще едете И, наконец-то, мы перемещаемся к багажнику IONIQ 5N Открываем заднюю дверь За ней находится багажник И в нем также особо нет отличия от багажника стандартной модели Широкая плоская поверхность Здесь уместится довольно много всякого Хотя так же, как в стандартном IONIQ 5, его немного ограничивает покатый дизайн крыши Что помешает вам класть сюда большие коробки или стол, например Но, в целом, места здесь вполне себе достаточно И, само собой, закрыв заднюю дверь Посмотрите на задок IONIQ 5N Также, как в стандартной машине Здесь вы обнаружите крутой пиксельный дизайн фонарей Которые идут поперек задней части машины И, если включить фары, то сзади загорятся вот такие крутые пиксельные фонари Которые станут ярче, если нажать на тормоз Выглядят определенно очень круто и ни на что не похоже Спереди также использован такой же пиксельный дизайн В этот раз в фарах Это вот такие квадраты, которые определенно не похожи ни на что Что вы могли бы встретить в большинстве автомобилей С их изогнута угловатыми фарами Здесь чисто пиксели И так же, как в обычном IONIQ 5, вы получите вот такой крутой брелок Выглядит как обычный брелок со странной яйцевидной формой Но если посмотреть повнимательнее, то вы обнаружите, что пространство между кнопками образует логотип Hyundai Это фантастическая машина, о которой, как мне кажется, многие не знали Очень крутой штрих, однако у IONIQ 5N здесь кое-что иначе Переверните его и с другой стороны вы обнаружите логотип N, напоминающий о том, что вы взяли крутую версию Ну и каково же водить этот очень мощный и компактный электрокроссовер-хэтчбэк Насколько он бодрый? Давайте выясним это Ладно, веду IONIQ 5N Вот это Вот это быстро Это было довольно впечатляюще И особенно это впечатляет, если нажать на красную кнопку NGB Сейчас ее нажму Написано Приготовьтесь 10, 9, 8 На самом деле мне не показалось, что он стал заметно быстрее, если честно И не то, чтобы это было необходимо Он и так невероятно быстрый Что-то в этой машине есть На самом деле, прям много чего Она впечатляет меня во многих смыслах Я уже показал вам технологии, они довольно хороши Здесь хорошие технологии, все довольно люксово В этой машине хорошее оснащение Ну, знаете, кожные сидения, подогрев и охлаждение Все, что можно пожелать Отличное пространство в салоне Это присуще всем IONIQ 5 Машина очень хорошо скомпонована И теперь в ней есть еще и ускорение Которое может посоперничать с любым из суперкаров В истории существования человечества И должен сказать, что все вместе Это довольно конкурентный комплект Превосходное ускорение, приятный стайлинг Мне понравилось, как выглядит обычный IONIQ 5 Мнения на этот счет разделились, когда он только вышел И сначала я слышал больше негативных отзывов Теперь он уже стал привычнее Это была крутая новинка Теперь все-таки хмм Но мне понравился N, все его улучшения Они сделали его немного интереснее и волнительнее И качество езды довольно хорошее Я этим на самом деле удивлен даже Кочки чувствуются не так, как я этого ожидал Учитывая, что у нас тут, ну, знаете, 640 лошадиных сил Его можно позакидывать в повороты Его диски покрупнее, резина толще, более цепкая На самом-то деле едет вполне конкурентно А это значит, что вам не придется иметь дело с большим недостатком Которым страдает большинство таких машин С грубой ездой и жесткой подвеской, улучшающей управляемость И должен сказать, что в результате Управляется эта машина не чрезвычайно хорошо Хорошо, нормально Но в поворотах не прям до невероятного точно И в его защиту скажу, что ни один из соперников Тоже не овладает такой управляемостью Так что это нормально Но определенно, с точки зрения характеристикой того, как машина проходит повороты Она не похожа на горячий хэтчбек Которым он в некотором роде является И вот в этом заключается дилемма Хэтчбек, ли это или кроссовер Они в рекламе говорят, что это кроссовер и внедорожник Но если посмотреть на дорожный просвет и его форму В целом он похож на хэтчбек Ну, управляется он не как Golf R Определенно, он немного более ленивый В том плане, как он ощущается в поворотах Стоит отметить, что рекуперативное торможение в этой машине работает отлично Прям очень хорошо, практически можно пользоваться только одной педалью Если включить максимальную рекуперацию И самоуправление или технология помощи водителю Как они это называют Также довольно хороши Машина отлично удерживает полосу во время движения И отлично балансирует расстояние до машины перед вами И сейчас я нахожусь в режиме симуляции обычной машины с трансмиссией И должен сказать Передачи переключаются так, будто бы это правда Машина с настоящей трансмиссией И в довольно крутом смысле Один из недостатков электромобилей, как вы знаете Это отсутствие возможности сбросить передачу Выйти на высокие обороты для подготовки к быстрому ускорению Это довольно крутая штука, которая есть в машинах с трансмиссией В электромобилях есть много других преимуществ Но по крайней мере с точки зрения ментального восприятия В этом электромобиле не дотягивают Здесь же это возможно И вы можете получить доступ к мощности интересным способом Пару раз сбрасывайте передачу И переходите на более высокие обороты Я вообще сначала подумал, что звучит это как глупая уловка Но во время вождения мне прям в самом деле понравилось Как устроена эта система Я не до конца уверен насчет фальшивого звука Можно было бы сделать вообще любой звук Почему они выбрали звук плохого модифицированного турбированного 4-х литрового двигателя Как будто бы это плохо модифицированный 500-й абарт Но с точки зрения пригодности Я удивлен тем, насколько он мне понравился И насколько он веселый И должен сказать Что я бы на нем еще покатался Он классный Выхлоп даже как будто бы щелкать немного Ну не знаю Не так уж и плохо работает На самом-то деле довольно хорошо Эта система отлично справляется с симуляцией трансмиссии И переключений передач Прям как будто бы они в самом деле переключаются Можно прям скинуть передачу Выжать газ Это в самом деле делает ощущение электромобиля Не такими стерилизованными И я не удивлюсь, если другие спортивные электромобили Будут использовать подобные штуки Чтобы стать увлекательнее И более волнующими Мне кажется, что эта функция получилась на удивление хорошо И мне кажется, что она приживется Особенно в заряженных электромобилях Просто так выжать газ и полететь вперед Это недостаточно волнительно Для поколения водителей, которые учились переключать передачи И здесь все немного веселее И сделано это по-особенному И будь это Феррари, можно было бы закинуть сюда саундтрек 275 GTB Вот это было бы довольно круто Но, как бы то ни было, мне кажется, здесь есть чему понравиться У меня очень позитивное мнение насчет этой машины Мне нравится обычный Ioniq 5 И этот тоже очень понравился Есть пара штук, которые я бы изменил Не думаю, что они много таких продадут Не думаю, что многих интересуют заряженные автомобили по такой цене В обычном было достаточно мощности для 98% людей Но в этой машине в самом деле есть много чего интересного И это очередная машина, благодаря которой я немного меньше нервничаю Из-за наступления революции электромобилей Учитывая то, на что способен этот Итак, это новый Hyundai Ioniq 5 N 2025 года Выглядит круто, захватывающе едет Он наполнен отличными современными технологиями В нем есть чему понравиться Это действительно впечатляющий автомобиль Если говорить про N, то у него немного завышен ценник Но в нем есть практически все От практичности до роскоши и характеристик Здесь есть чему понравиться И теперь пришло время оценить Ioniq 5 N По шкале Daga И вот шкала Daga 69 из 100, что размещает Ioniq 5 N здесь Над Фордом, Мустанг, Мак и GT И Теслой модель Y Performance Обе из которых являются фантастическими электричками Мне кажется, что я бы предпочел Мак и модель Y в целом Но Ioniq 5 более увлекательный и захватывающий Благодаря симуляции переключений Точной управляемости и превосходному ускорению Ioniq 5 N в самом деле шокирующий, веселый и захватывающий Подозреваю, что популярным он не станет Но также мне кажется, что симуляция переключений Должна стать ориентиром для спортивных электромобилей будущего Перевел и озвучил Дима Экзосфера Субтитры создавал DimaTorzok